1898 год. Для усиления флота на Тихом океане России нужны крейсеры. Лучшим у всех построенных крейсеров был признан богатырь. Ставший прототипом для целой серии славных кораблей российского флота. Богатырь был заложен 9 декабря 1899 года. Постройка этого крейсера первого ранга осуществлялась в Германии. Проект немецкой компании «Вулкан» в российском морском ведомстве посчитали наиболее перспективным. Вся документация сразу же уходила в Россию, где на отечественных верфях один за другим закладывали систершипы «Витязь», «Очаков», «Кагул» и «Олег». Крейсер «Богатырь» был трехтрубным кораблем с двумя мачтами, развитыми полубаком и полуютом. В конструкцию энергетической установки крейсера по предложению русских кораблестроителей были внесены изменения, что позволило «Богатырю» на испытаниях превысить проектные характеристики, достигнув скорости в 24 узла при мощности свыше 20 тысяч лошадиных сил. Длина новых крейсеров первого ранга составила более 134 метров, ширина — более 16 метров, осадка — около 7 метров, проектное водоизмещение — 6410 тонн. Жизненно важные части корабля, энергетическая установка и артиллерийские погреба прикрывались броневой палубой коропасной конструкции со скосами к бортам и оконечностям корабля. Толщина горизонтальной части палубы составляла 35 миллиметров, на скосах — 70 миллиметров. Защита артиллерии броней башен и казематов выгодно отличала «Богатыря» и его систершипов от их одноклассников. Башни главного калибра имели броню от 90 до 125 миллиметров, казематы орудий — от 35 до 80 миллиметров. Боевая рубка была защищена 140-миллиметровой бронёй. 25-миллиметровую толщину имели крыши башен и рубки, а также орудийные щиты. Главным калибром крейсеров типа «Богатырь» были 12 152-миллиметровых орудий системы «Кане», хорошо зарекомендовавших себя в русском флоте. Восемь из них традиционно размещались в казематах и палубных установках. Четыре пушки, и это было главной особенностью крейсера, установили в двух орудийных башнях в оконечностях корабля. Такое размещение артиллерии выгодно сказывалось на сосредоточении огня. Восьмиорудийным бортовым залпом главного калибра не мог тогда похвастаться ни один из русских крейсеров. Противоминную артиллерию «Богатыря» составляли 12 75-миллиметровых пушек «Кане». Также на вооружении крейсера состояли шесть малокалиберных орудий «Гочкиса». Что касается торпедного вооружения, то «Богатырь» и «Систершипы» оснащались четырьмя 381-миллиметровыми торпедными аппаратами. В ноябре 1902 года, через два месяца после вступления в строй, крейсер «Богатырь» отбыл на Дальний Восток. В разразившейся вскоре русско-японской войне он принял поначалу самое активное участие. За первые три месяца военных действий «Богатырь» трижды выходил в море, охотясь на транспорты противника. К несчастью, во время очередного похода «Богатырь» налетел в тумане на камне и остаток войны провел в ремонте. После русско-японской войны крейсер вернулся на Балтику, снова как и при переходе на Дальний Восток, продемонстрировав превосходную надежность машин. Корабль прошел весь путь без задержек и без единой поломки. По прибытии он был включен в состав особого балтийского отряда, предназначенного для обучения гардемаринов. С этим отрядом «Богатырь» едва ли не ежегодно совершал дальние плавания, побывав в Северном, Норвежском и даже Баренцевом морях. В 1908 году, находясь в Средиземном море, команда крейсера участвовала в спасении пострадавших после страшного землетрясения в итальянском городе Мессине. Русские моряки первыми прибыли к месту трагедии, спасли более двух тысяч человек и транспортировали в больницы Сиракуз, Неаполя и Палермо сотни раненых. Их действия приумножили славу российского флота. Спустя три года после землетрясения итальянский скульптор Пьетро Кюферле создал проект памятника, который был поставлен в Мессине через сто лет. Самое активное участие крейсер «Богатырь» принимал в Первой мировой войне, выставлял минные заграждения в Балтийском море, вступал в бой с немецкими крейсерами, охотился на вражеские транспортные суда. Огромное значение имело участие «Богатыря» в операции по захвату секретных документов на потерпевшем крушении германском крейсере «Магдебург». Переданные союзникам материалы позволили до конца войны беспрепятственно расшифровывать немецкие радиограммы, что оказало заметное влияние на ход военных действий. В начале 1916 года было проведено коренное перевооружение корабля. Все 152-мм и 75-мм орудия были заменены на 16 новейших скорострельных 130-мм пушек Абуховского завода. С началом революционных событий 1917 года «Богатырь» переходит в Ревель, ныне Таллин, а оттуда в феврале-марте следующего 1918 года после сложнейшего ледового похода прибывает в Кронштадт. В конце 1922 года «Богатырь» отправился в свое последнее плавание. В Германии, где 20 лет назад крейсер был построен, его разберут на металл. Из списков теперь уже советского флота бронепалубный крейсер «Богатырь» будет исключен только в 1925 году. Редактор субтитров А.Семкин